Все государственные органы до 1 марта должны будут перейти на электронный документооборот, а сейчас электронная система внедрена более чем в 500 органах местного самоуправления. Эти задачи, поставленные Кабмином, призваны сократить бюрократию и улучшить работу на местах. Управление села Кексиря Колобукинского района Джалалабадской области полностью перешло на электронный документооборот по системе Санарип Аймак. Система работает как часы. В целом, по области переход на электронный документооборот и регистрация домохозяйств завершена более чем на 60%, а население почти на 50%. Переход на электронную систему Санарип Аймак и в целом на электронный документооборот – дело непростое. Но мы уже завершаем работу. Уже есть отличные результаты. Это экономит время как граждан, так и работников. Значительно улучшились показатели по работе. В городах Каракол, Балыкчи, Чулпанатай, Сыкульской области в рамках цифровизации работают три основные программы. К системе подключаются муниципальные учреждения, школы и детские сады. К примеру, в Караколе работа более чем половины учреждений уже переведена в электронный формат, в том числе 10 школ и 15 детсадов. Цифровые решения мы в тестовом режиме внедрили в школы еще в прошлом году. Например, систему электронной очереди в школы и детские сады города. В этом году мы уже начали внедрять их полноценно. Так каждый ребенок в очереди автоматически распределяется в образовательное учреждение по месту жительства. Регистрация в электронной очереди для первых классов начнется 1 апреля. Самое главное преимущество системы в том, что родители будут застрахованы от коррупции. Информационные технологии активно внедряются и в Баткенском областном госархиве. С помощью таких программ, как Еказмат, Санарипаймак, Инфодокс, вся работа интегрируется в одну систему. Раньше люди приходили и подолгу стояли в очереди, чтобы написать заявление на получение архивной информации. Теперь мы говорим нашим людям, что есть некоторое облегчение, объясняем, что можно отправить нам заявку по электронной почте, не выходя из дома. По данным полномочного представителя президента в Баткенской области, в регионе ведется активная работа по цифровизации. Практически на 100% завершен переход всех учреждений. предприятий региона на электронные услуги. Мы все перешли на электронные услуги в компаниях. На данный момент мы отправили письма через Инфодокс и отрегулировали процесс работы. В рамках этой программы рассматривается покрытие интернет-сетью горных районов. Мы дали задания по этим вопросам. К 15 марта могу сказать, что по всей Баткенской области мы отработаем на 100%. На сегодняшний день все полномочные представительства президента в областях, мэрии, городов, районные и государственные администрации, сельские управы, часть городских кенешей подключены к системе Инфодокс. Практически во всех МСУ внедрена автоматизированная информационная система ЕКЗМАТ и Санарип Аймак. В настоящее время по системе электронного документа оборота безбумажную работу уже начали вести Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммерции, Министерство цифрового развития, Национальный статистический комитет, Министерство юстиции и сама администрация президента. То есть мы на сегодняшний день в администрацию президента уже в бумажном виде документы не направляем. Но не только органы МСУ переходят на цифровые технологии. Цифровизация активно внедряется и в Министерстве внутренних дел, что позволит улучшить работу по профилактике правонарушений и даст возможность более оперативного раскрытия и расследования преступлений. В ГНС запущен проект по фискализации налоговых процедур СМАРТ-САЛЫМ. Кроме того, внедряется пилотный проект по цифровому администрированию акцизного налога. А в Генпрокуратуре запущена система электронного документа оборота. Платформа используется и в других правоохранительных государственных органах. Это в разы улучшило работу надзорных органов. Цифровизация внедрена и в Министерстве экономики. Но мы не только смотрим с точки зрения внедрения систем в каком-то отдельном органе. Мы считаем, что все эти системы должны еще взаимодействовать между собой, передавать информацию. И вот также внедряются в рамках цифровизации системы в органы местного самоуправления. Это электронный документооборот, который внедряется сейчас во все государственные органы, опять же позволяет упростить. Это система сонарий Паймак, через которую органы местного самоуправления имеют возможность получить данные и предоставлять различные справки нашим гражданам из центральных баз данных. Помимо этого, внедрение этой системы нам дало возможность вести единый учет, потому что мы видели, что когда анализировали бумажный документ, мы видели, что органов местного самоуправления и органов центральной власти разнятся данные. Сейчас это все в единую систему приведено. Исключение коррупционных рисков и удобства для граждан при получении госуслуг – таковы основные задачи повсеместного внедрения цифровых технологий. Люди, сидя за компьютером, могут получить ряд справок и услуг за короткий промежуток времени, не выходя из дома. К примеру, одна из самых распространенных справок форма 083, которая требуется для получения водительских прав и для того, чтобы устроиться работать в ряд организаций, теперь доступна в электронном формате. За прошлый год было выдано более 60 тысяч справок из психоневрологического диспансера и более 30 тысяч из наркологического. Очереди обычно в этих учреждениях достаточно большие, но чтобы получить эти справки, гражданину потребуется электронная подпись для идентификации. Ее можно получить в ЦОНах абсолютно бесплатно. Всего же на портале есть порядка 129 услуг многих госорганов. Данную услугу можно получить на портале в разделе «Здоровье» и получается справка о состоянии состояния наркологического учета, справка о состоянии психологического диспансера. Справки работают на сегодняшний день в тестовом режиме. Мы хотим узнать обратную связь от граждан, что удобно, что неудобно. Работать начала она буквально неделю назад. Преимущество данных этих справок – то, что граждане получают удаленно и моментально. В настоящее время Министерство здравоохранения ведет работу по легализации процедур и приема электронных справок, а также проводит работу по интеграции по безбумажному обмену информации с заинтересованными госорганами. Во многих учреждениях внедряется метод биометрической идентификации. До сих пор биометрические данные использовались только на выборах. Теперь метод до конца года планируют внедрить при предоставлении всех госуслуг. Но одним из первых метод биометрической идентификации стали использовать банки. До этого наши клиенты были вынуждены ходить в различные инстанции для сбора справок необходимых, чтобы получить финансовую услугу. То сейчас, благодаря системе FaceID, клиент приходит в банк. Наш сотрудник банка идентифицирует его через систему FaceID и заходит в его личный кабинет и собирает все необходимые справки. Надо отметить, что всю эту процедуру сам клиент также контролирует через второй дополнительный монитор. Один из важнейших вопросов – защита персональных данных тщательно проработан. Вся информация защищена от постороннего доступа и хранится на специальных серверах. Сейчас, на данный момент, эта биометрическая идентификация работает по лицу гражданина. В ближайшее время, в течение месяца, мы планируем запустить эту идентификацию по отпечатку пальцев и увеличить количество банков, которые участвуют в этом пилотном проекте. Все данные находятся в ведении государственных органов. Биометрическая идентификация производится на стороне Министерства цифрового развития и, то есть, с точки зрения безопасности, она соответствует всем требованиям. Кстати, такое важное событие, как перепись населения, впервые пройдет с применением методов электронного формата сбора данных. Одними из главных преимуществ такого метода является повышение качества достоверности, сокращение времени на их обработку и, самое главное, возможность оперативного выявления ошибок. Переписаселение будет проходить в электронном формате. На садкомитетах разработано мобильное приложение на платформе Service Solutions, где нам позволяет проводить опрос. То есть, переписчик к вам придет домой, к каждому, с мобильным приложением на телефоне. А между тем, Кабмин утвердил план мероприятий по реализации национальной программы развития страны до 2026 года, в котором цифровизация является одним из основных направлений. В рамках цифровизации страны всем госорганам поручено с 1 апреля перейти на электронный документооборот и упростить получение услуг, оказываемых гражданам. Они должны предоставляться через единую систему, что позволит быстро, качественно и прозрачно пользоваться ими.